Да, рыцари автомобильных дорог, так называют жителей Воронежа, которые встали на защиту правил дорожного движения. С камерой в руках они фиксируют нарушения, разъясняют правила и надеются, что их дело принесет пользу горожанам. Вы бездельники и колящики, все! Вот эти ребята! Не стыдся за вас, ребята! В переулке здоровье утро не всегда доброе. Случается в адрес защитников ПДД, летят слова и покрепче. Активисты общественного движения на таких водителей не обижаются и продолжают выходить с камеры на дорогу, фиксировать нарушения. Наша деятельность направлена не на провокации, а прежде всего не на наказание ради наказания, а просто-напросто мы пытаемся донести до человека в вежливой форме, что так делать нехорошо. И, как правило, люди реагируют очень адекватно и складывается впечатление, что у нас в Воронеже большое количество хороших людей. Хорошие люди не всегда откликаются на просьбу развернуть машину и соблюдать правила дорожного движения. Ролик с агрессивной автоледи посмотрели почти 700 тысяч человек. За езду во встречном направлении подностороннему движению нарушительницу наказали штрафом. Отвечать за разбитое лобовое стекло девушке предстоит в суде. Алексей на блондинку зла не держит, но машину жалко. Прыгнул на капот, остались вмятины вот здесь вот на капоте. И несколько раз ударил ногой по стеклу, разбив его, сквозное отверстие получилось. После этого она спокойно села в автомобиль и уехала. За один рейд правозащитники фиксируют более 20 нарушений. Превратиться в звезду Ютуба водители не стремятся. Парней с камеры многие уже знают в лицо и объезжают стороной. Если призыв к совести не помогает, активисты грозят отправить видео с нарушением в правоохранительные органы. Ни в жизни, ни в юридической практике Александр с такими штрафами не сталкивался. По закону использовать видео в качестве доказательства можно, но только если есть пострадавшая сторона. Сейчас же государство у нас продумывает вариант такой, как приложение, да, мобильное приложение, где можно будет снимать видео и, соответственно, управлять там в ГАИ. В этом случае будет считаться как видеофиксация. В принципе, достаточно интересная штука, можно будет применять. А если просто человек снимал на видеокамеру или на фотоаппарат, или на телефон, это же, они же не при исполнении, да, их телефоны там не стоят на балансе его ГИБДД. То есть, ну, как доказательство не будет являться для привлечения, соответственно. Если сотрудник и будет на месте, тогда можно будет привлечь. Нарушений в городе хватает, но именно этот переулок в жизни Алексея стал роковым. Не успели утихнуть страсти по блондинке, разбившей ему лобовое стекло, как появилась другая. Да ты что, э! Моги съесть! Травма оказалась незначительной, но борьба за правосудие превыше всего. Нездоровую атмосферу в переулке здоровья возможно исправит судебное решение. Какие отважные ребята, молодцы, мое вам уважение. Продолжение следует... Продолжение следует...